В Карагандинской области на 2% повысился показатель реального исполнения судебных решений. Местные должники выплатили в минувшем году 3,5 миллиарда тингем. Об этом шла речь на расширенной коллегии с участием министра юстиции. Берег Имашев отметил, спрос солименщиков должен стать еще жестче. Полномочия судебных исполнителей значительно расширились. Теперь у них есть право составлять протоколы по нескольким статьям административного кодекса, касающимся исполнения решений суда. Разработана информационная система, которая снизит нагрузку на сотрудников. Снять и наложить арест, прекратить производство, взыскать санкции теперь можно в автоматическом режиме. Также предусмотрена возможность онлайн оплаты имеющихся задолженностей. В Карагандинской области более 5 тысяч нерадивых отцов сегодня продолжают уклоняться от помощи своим детям. В органах юстиции также проведены большие изменения. Теперь все исполнительное производство находится в департаментах юстиции. В частности, министр юстиции дал конкретные поручения в развитии данного направления. Большое внимание он попросил уделить взысканию алиментов и выплатам заработной платы. Сегодня истекает срок оплаты лицензионного сбора за охранение и реализацию алкоголя. Предприниматели, не сделавшие этого, рискуют получить крупный штраф. В Казахстане вступил в силу закон, направленный на упорядочение торговли спиртным. В стране насчитывается свыше 40 тысяч розничных и около тысячи оптовых точек продажи крепких напитков. По словам специалистов, каждую пятую бутылку продают нелегально. Сбор введен для сокращения теневого оборота спиртного. В селах его сумма составит от 30 до 70 мрп, а в городах – 100 мрп. В хранении и реализации алкогольной продукции без выплаты лицензионного сбора лекет штраф на должностных лиц в размере 120 месячных расчетных показателей, на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц субъектов малого предпринимательства в размере 150 мрп, На юридических лиц, которые являются субъектом среднего предпринимательства, размере 200 месячных расчетных показателей. На юридических лиц, которые являются субъектом крупного предпринимательства, размере 700 месячных расчетных показателей. И при этом приостановится действие лицензии. В Кыргызстане отмечено очередное снижение цен на горюче-смазочные материалы. За последние два месяца стоимость литра самого популярного вида топлива бензина марки АИ-80 снизилась на 7 сомов, это примерно 20 рейтинги. Дешевеют и другие марки топлива. В ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана отмечают, главная причина – сезонное снижение спроса на ГСМ. В минувшем году пик роста цен на горюче-смазочные материалы пришелся на весну и лето, время традиционного повышения спроса на ГСМ. Именно в этот период сельхозпроизводители Кыргызстана особенно нуждаются в дизельном топливе. Пассивная пора постепенно сменяется уборкой урожая, повышенный спрос создает дефицит и заставляет поставщиков горючего повышать цены. Тем более, что в этот же период Казахстан вводит сезонные ограничения на продажу за рубеж дизельного топлива, что также влияет на его удорожание. Сейчас спроса на солярку нет и цена на нее даже ниже, чем в январе прошлого года. Именно поэтому отечественные нефтетрейдеры советуют сельхозпроизводителям заранее запастить дизельным топливом по выгодным ценам. Сегодня дизельное топливо литр стоит 36,5 летний, а 44 зимний. А зимний стоил на начало года 50 сон и 20 ионов. И она удешевилась и летний зимний. Поэтому просим, весной начнется весеннее полевой работы. Мы просим давать, у нас сегодня запасы есть и на нефтебазах, и на АЗСах. Покупайте сегодня, пока дешевле. Бензин и солярка подешевели в среднем на 20 тенге. И, как заявляет в Ассоциации нефтетрейдеров, прежде всего из-за того, что спрос на горючее традиционно снижается, а объемы производимого топлива остаются прежними. Профицит ГСМ заставляет снижать стоимость на оптовые партии топлива. Еще одна причина удешевления – падение мировых цен на нефть, что оказывает прямое воздействие на снижение отпускных цен заводами-изготовителями. Сейчас литр бензина марки АИ-80 стоит 115 тенге. В течение января ожидается продолжение тенденции по снижению прошлых цен на ГСМ, которое началось еще в конце ноября прошлого года. И последнее изменение цен состоялось в выходные. 17 января текущего года по всем регионам республики стоимость бензина марок 80-е, 92-е, а также дизельное топливо снижилось на 2 сома. А бензин 95-е подешевел на 1 сом. Впрочем, несмотря на позитивную ситуацию, в Ассоциации нефтетрейдеров подчеркивают, что она имеет скорее сезонный характер, чем целенаправленную тенденцию. Если оценивать итоги минувшего года, то, несмотря на отмеченное удешевление, в общем, за весь прошедший период цена на топливо выросла на 12,5%. Основные поставщики горючего в Кыргызстан – это российские заводы-изготовители. Поэтому, принимая во внимание дешевеющий рубль, видимо, стоит ожидать рост цен на бензин и солярку в ближайшем будущем. Октюбинцы остались без музея. Хранилище истории края и предметов старины больше не принимает посетителей. Закрыть музей потребовали пожарные, так как находиться в здании небезопасно. Об этой проблеме наши корреспонденты рассказывали не раз, но вопрос так и остался нерешенным. В хранилищах Октюбинского историко-краеведческого музея сегодня насчитывается тысячи ценных экспонатов. Их сваливают в кучу и накрывают тканью. Музей готовится к ремонту. Откладывать больше нельзя. В здании бывшей гостиницы музей располагается почти полвека. Экспонатам давно уже здесь тесно. А в последние годы в музее протекает крыша. Здание обветшало и разрушается. По результатам проверок пожарных, Межрайонный экономический суд закрыл музей до устранения выявленных нарушений. В здании фонда хранилища электрические провода не соединены методом опрессовки, пайки или специальными зажимами. Деревянные конструкции крыши не пропитаны огнезащитным составом. Отсутствует автоматическая установка пожаротушения, согласно действующих норм. На окнах установлены металлические решетки. Если здание музея еще можно отремонтировать, то само хранилище уже не подлежит реконструкции. Все экспонаты со склада сейчас переносим в основное здание. Оно у нас двухэтажное. Здесь тоже много нужно отремонтировать. Лестница с первого на второй этаж и перегородки деревянные. Пожарные сказали убрать. Мы это сделаем. Надеемся, что после устранения всех нарушений мы вновь откроемся. Проект нового музея уже разработан, но местные власти не спешат украсить им город. Оформление участка откладывается несколько раз, не говоря уже о начале самой стройки. Руководство музея сейчас надеется на помощь извне. Говорят, будут рады любой помощи. Возможно, найдутся ценители старины из числа меценатов, которые помогут спасти культурное наследие целого региона. Елена Устимович, Болт Молдогалиев, Айбек Даутов, Актобе. В Алматы на базе научно-практического центра развития социальной реабилитации проходит обучающий семинар для казахстанских ортопедов. Российские медики делятся опытом применения современных бионических технологий протезирования верхних конечностей. Такие технологии практически полностью восстанавливают утраченные функции у людей. Бионика позволяет путем компьютерного моделирования использовать в протезе имеющиеся нервные окончания и мышцы. В результате пациент получает возможность совершать сложные манипуляции, практически полностью повторяющие работу здоровой руки. Российская компания, которая проводит в Алматы обучающий семинар, применяет бионические протезы британского производства и готова не только внедрить свои технологии в Казахстане, но и поставлять в нашу страну комплектующие. Как сообщил директор центра Марат Ахмедкалиев, подобное сотрудничество выгодно в рамках Евразийского экономического союза, так как отсутствие таможенных барьеров существенно снижает стоимость протезирования. Внедрение новой технологии начнется уже в этом году. В таких видах протезов в Российской Республике около 10-12 тысяч людей сейчас практически нуждаются в таком виде протезирования. Если бы раньше протезирование рук проводили по старым методикам, по старым, то практически это была такая косметическая в большей степени операция. Но последние годы на протезно-ортопедическом предприятии Республики осваивается протезирование. Через два года наша страна примет зимнюю универсиаду, а в Павлодаре уже отбирают волонтеров. Студентов, желающих участвовать в этом событии, используя провести зимние каникулы, очень много. Более 30 волонтеров усиленно изучают иностранные языки. Требования к волонтерам просты. Достаточно быть молодым, активным и знать английский язык. Но стать им сложно, слишком большая конкуренция. Этим ребятам повезло. Они оказались лучшими среди сверстников. Теперь на предстоящей универсиаде они станут самыми главными помощниками болельщиков и туристов, которые приедут сюда из разных стран. Работа волонтера самая ответственная. В первую очередь мы изучаем иностранные языки. Также в стенах нашего института проводится психологическая подготовка. И также изучаем международную этику. И моя заветная мечта попасть на историческую для нашего государства универсиаду. Ожидается, что на это крупное мероприятие прибудут более 3000 спортсменов из 60 стран. Волонтеров потребуется вдвое больше. Арселандбек уже знает свою задачу. Он расскажет гостям о древней истории казахского народа и познакомит их с его культурой. Будущий волонтер свободно владеет английским, но, как и другие, ходит на курсы языка, закрепляет свои знания. Ведется подготовка волонтеров. И поэтому мы надеемся, что наши волонтеры в числе молодежи, которые будут принимать и помогать при проведении универсиады, будут активно участвовать в ее проведении. Готовятся к универсиаде и сегодняшние юниоры. В этом году они переступят пороги вузов и уже через два года смогут достойно защищать честь страны. Их спортивные показатели радуют тренеров. Для того, чтобы дети бежали и принимали участие в каких-то различных соревнованиях, нам необходимы спортивные базы. Спортивная база для лыжных видов у нас в городе существует. Это очень хорошие базы. Впрочем, эти спортивные площадки и не должны соответствовать олимпийским требованиям, говорят здесь. Они достаточно удобны для того, чтобы оттачивать мастерство. Сейчас в Павлодаре более 20 таких ледовых катков. Владислав Цой, Алмау Розбаева, Рымбек Хабиден, Алексей Мельницкий, Павлодар. К данному часу это все новости. Спасибо за внимание. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»